Платить или не платить за капремонт? Этот вопрос долгое время не давал покоя жителям многоквартирных домов. Но когда люди увидели первые результаты работы этой программы, ситуация кардинально изменилась. Платить по квитанциям стали охотно. Так, за три года в региональный фонд капремонта собрано около двух миллиардов рублей. Во время рабочей поездки по столичным адресам глава республики увидел, на что уходят средства капремонта. Новые крыши, лифты, электроснабжение, водопроводные и канализационные трубы. Все, что пришло в негодность, отремонтировано или заменено. Всего в республиканской программе капитального ремонта участвуют 5000 домов. Это половина всех многоэтажек Чувашии. Каждый пятый многоквартирный дом в регионе уже отремонтирован. Это более двух миллионов квадратных метров жилья. Эти цифры были озвучены на итоговом совещании. У общего количества домов отремонтировано 1089. Это практически, можно сказать, каждый пятый дом получил капитальный ремонт по тем или иным направлениям, которые включены в нашу программу. Сомнения у иных жителей постепенно стали пропадать, когда они увидели, какой ремонт делается у соседей. Значит, программа работает и есть смысл платить по квитанциям. Большую роль в этом деле играет активность собственников. Есть дома, где собираемость взносов составляет 99%. Порецкий район можно поставить в пример остальным, подчеркнул глава Чувашии. Столица республики занимает третье место в этом негласном рейтинге. Но такая ситуация не везде. Так, в некоторых муниципалитетах капремонт оплачивает только 50-60% жильцов многоквартирных домов. Низкий процент оплаты отмечается в городе Шумерле, Красночитайском, Марпасадском и Альпасадском районах и в городе АлатР. В рамках реализации краткосрочного плана по капитальному ремонту до конца декабря запланировано отремонтировать 273 многоквартирных дома на сумму 887 миллионов рублей. Особое внимание надо уделить замене старых лифтов. Некоторые из них отработали уже более 30 лет. С этим напрямую связана безопасность людей. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика.